Галина Буркова на Вологодскую швейную фабрику пришла сразу после окончания училища больше 20 лет назад. Сегодня у неё самый высокий разряд, третий, и ей по силам любая работа. У меня разные специфики, я на разных машинах, разные операции. Сейчас идут стойка воротника, манжеты, и у меня три машины в обслуживании. В день приходится выполнять до 80 операций разных по времени и сложности, помогает современное оборудование. Например, эта скрепочная машина полностью автоматизирована. Сама прошивает и обрезает нитки. Большой плюс в производстве этот петельный автомат. Сегодня он заменяет работу четырёх машин, и работает за ним всего один сотрудник. Качество у нас довольно хорошее, потому что у нас заказчики очень серьёзные. Их продукция продаётся очень приличной в элитных магазинах, стоит очень дорого. Поэтому за качеством следим. Даже некоторые фирмы ещё дополнительно отправляют своего контролёра-технолога, который 100% ещё после нашего контролёра проверяет качество. На предприятии «Стиль Вологды» работает сегодня 260 человек. Коллектив постоянно пополняется, рассказывают мэру Вологды Андрею Травникову. Он посетил сегодня предприятие и побывал в каждом из цехов. Работаем стабильно. Молодёжь к нам идёт. Вот в этом году семь выпускников только. Да, нам уже подсказали. Видели, молодые люди работают. Да, и молодые люди работают, и не убежают. Да, да, да. Средняя зарплата за прошлый год у нас 28 тысяч рублей. Ну, тут немножко рубль сильно слишком окреп. Ну, думаю, 30 в этом году достигнем. В прошлом году произвели на 24% больше, чем в 2015 году. А в 2015 году на 16% больше, чем в 2014. А вместе с объёмами производства растут и отчисления в бюджет, и сами возможности предприятия. Это экспериментальный цех, где уже несколько лет модели мужских и женских курток создают с нуля. Продают по всему центральному и северо-западному региону. Очень важно, что именно в Вологде сохранилось это предприятие. Это показатель ответственного отношения руководителей, собственников и самого коллектива к своему делу. С удивлением узнал, что многие модели мужской одежды, мужской верхней одежды, которые я встречал на полках столичных магазинов, сделаны здесь, на родине, в Вологде. Также мэр поздравил коллектив предприятия, почти полностью женский, с предстоящим праздником, Международным женским днём. Четырём сотрудницам, особо отличившимся в работе, вручил именные благодарности и благодарственные письма.